Ты готова на следующую операцию? Да. Пойдешь на нее? Да. Ну и слава богу. Будем готовиться. Алевтина Медведева очень любит заниматься творчеством. Она не только рисует, но и создает картины с помощью обычного дырокола и цветной бумаги. До недавнего времени Аля даже не представляла, как на самом деле выглядят ее работы. Мир девочка видела размытым и мутным. Раньше я, допустим, не видела таких больших отличий. То есть, раньше нам давали, ну, учитель давал там бумагу обычную, там бумагу. Я думала, что она просто там блестящая и все, без каких-то либо рисунков. А сейчас я уже вижу, когда там поворачиваю, то что блеск, и там идут рисунки, звездочки, там точки какие-то. Врожденная катаракта у детей – заболевание редкое и серьезное. Если не прооперировать больного как можно раньше, могут быть тяжелые последствия, вплоть до полной потери зрения. Детское отделение больницы Ярошевского было создано как первое в стране центр по лечению врожденной катаракты. Пациентами наших офтальмологов стали сотни детей из разных уголков России. Чем хороша хирургия катаракты, особенно врожденной, если не оперировать, то это будет слепой инвалид. Если прооперировать, мы получаем в течение короткого срока совершенно полноценного человека. Полностью здорового, со стопроцентным зрением, ну, при отсутствии других заболеваний. Случай Али Медведевой отличался от всех предыдущих. Кроме того, что хрусталик девочке был мутным, врачи обнаружили его смещение. Использовать во время операции обычные технологии было нельзя. Поэтому на то, чтобы вернуть ребенку зрение, потребовалось время. Врачи наблюдали ее с самого рождения, и только спустя 9 лет операция состоялась. Мы наблюдали за ней каждые полгода, каждый год. И к моменту операции мы были готовы, потому что сошлись совпали факторы и размер глаза, и готовность к операции, и наше оснащение. Уникальность операции в том, что хирургам удалось за одно вмешательство не только поменять хрусталик, но и придать ему нужное положение. Когда Аля открыла глаза после наркоза, она сказала маме, что может назвать 100 отличий между тем, как видела мир раньше и как сейчас. Через некоторое время девочке предстоит пройти оперативное лечение второго глаза. Но после первого успеха ни она, ни ее родные уже ничего не боятся. Инесса Панченко, Григорий Плешаков, События.